Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзор от Паблита! Сегодня у нас с вами речь пойдет о питьевых системах от известного производителя Гегерин. Давайте познакомимся с ними поближе. Чем интересны данные системы? Тем, что они используют принудительную подачу воды. Это очень удобно, когда вы сталкиваетесь с тяжелыми физическими нагрузками и у вас сбивается дыхание при попытке втягивать себя в воду. Как достигается это в данных системах. У питьевой системы есть груша, посредством которой пользователь нагнетает давление в мешок и вода поступает под давлением из питьевой трубки. Это очень удобно, так как вы можете не только попить, сами дать попить другому человеку или своему, четвероосновогому другу или помыть велосипед, машину, обувь, руки. Что из себя представляют сами питьевые системы? Это мешок. Мешок непростой. Задняя часть у него изготовлена из нейлона. Имеется порт с клапаном для груши и спереди порт с клапаном для питьевой трубки. Заправляется водой питьевая система посредством такого широкого горла, которое закрывается при помощи пластмассового крепления. но это еще не самое интересное. На самом деле у питьевой системы не один мешок, а два. Отдельно замкнутый мешок для нагнетания воздуха и отдельно питьевой мешок. Для чего это сделано? Для того, чтобы атмосферный воздух не контачил с вашей жидкости. Это очень важно, особенно военным. Химическое заражение, профилактика, эпактериологическая. И вообще это мудро сделано. Какие еще элементы данной питьевой системы? Это питьевая трубка, которая покрыта плотной резиной матового цвета и скользящей. И сосок, включение которого происходит проворачиванием вокруг своей оси и выключением. Сосок имеет в комплекте вот такую вот крышку. Это очень удобно с гигиенической точки зрения в том числе. Сзади у трубки находится разъем, который вставляется в соответствующий порт с резиновой прокладкой, которая обеспечивает его герметичность. груша представляет из себя изделие из резины, трубку, такой же порт, как и питьевой трубки и клапан стравливания давления. Давайте соберем систему посмотрим, как она работает. Итак, как я вам уже говорил, трубка с грушей вставляется в верхний порт, питьевая трубка вставляется в нижний порт. для того, чтобы вода шла под давлением, нам надо создать избыточное давление внутри мешка, которое достигается раздуванием его стенки. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Мы частично его надули и для того, чтобы вы хорошенько увидели, как это выглядит. Вот, видите, внутри раздутая задняя стенка. Очень разумное и интересное решение. Вот такого я не видел ни у какого из производителей. Все работает. Все очень четко, грамотно и удобно. Мешок благодаря широкому горлу удобно обслуживать. Его можно помыть как вручную, так и в посудомойке. Места много не занимает. Видите, что в сложенном состоянии все переносить. Он практически имеет очень маленький размер. Более детально на тех мешках я становлюсь у себя в обзоре. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас практически каждый день новой новости. Спасибо за то, что вы оставались с нами. Всего вам доброго до новых встреч.